Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей и продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Винницы и Винницкой области. Мы поговорим о том, что происходило на первичном и вторичном рынке. Мы разберемся, что такое колебания и тенденции, а также какие факторы внешние и внутренние влияют на развитие рынка в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Винница. Мы будем говорить в начале видеоролика традиционно о колебаниях. Это краткосрочные процессы, которые протекают на рынках. В период исследования октябрь-ноябрь 2020 года. Друзья, как вы заметили, город Винница не имеет административного деления на районы. Это единственный город из пяти городов, которые входят в центральную территориально-экономическую группу, которые имеют такие особенности. Административные районы в городе Винница были упразднены в бытность господина Гройсмана, когда он был мэром. Наверное, для эффективности управления городским хозяйством. Здесь я не специалист, но, наверное, генетчане лучше знают. Итак, мы говорим о вторичном рынке. Это класс социальное жилье. Жилье построено или квартиры построены в период с 1950 по 1992 год. Напомню вам, что общее количество квартир этого класса, которое экспортируется в Украине, соответствует 15 миллионов 200 тысяч квартир. Такое большое наследство нам досталось после развала Советского Союза. Понятно, что видим жилого фонда. Мы также в течение года в целом по Украине наблюдаем порядка полутора миллиона квартир этого класса, которые выставляются на продажу. Так что выборка, с которой мы работаем, друзья, она однородна и репрезентативна. Мы видим, что в ноябре месяце средняя стоимость квадратного метра достигла в целом по городу 524 доллара. И показала нам отрицательную динамику снижения минус 0,19%. О среднесрочных перспективах и тенденциях мы поговорим в следующем слайде. Итак, перед вами гистограмма. Я, как я обещал, расскажу вам о тенденциях и краткосрочных или среднесрочных перспективах класса социальное жилье, вторичный рынок. Друзья, ну давайте вспомним, что на тенденции влияют внутренние эндогенные факторы, которые находятся внутри системы. Мы также с вами знаем, что рынок недвижимости является сложной социально-экономической системой с обратными связями. Ну давайте будем разбираться, какие же все-таки факторы внутренние влияют на систему. Ну один из основных факторов это фактор соотношения спроса и предложения. Об этом факторе в цифрах я поговорю с вами чуть позже. Мы будем говорить о количестве купленных, ну спрос это купленные квартиры, да. В целом по Украине будем говорить о тенденциях. Это очень интересная информация. Она предоставляется нам Министерством юстиции Украины. Итак, давайте вернемся к нашей гистограмме. Перед исследования. Ноябрь 2019 года. Мы видим стоимость квадратного метра 527 долларов. И ноябрь 2020 года. Средняя стоимость квадратного метра 524 долларов. Мы видим такую интересную прибуду, да. Такой интересный путь стоимости был пройден за 12 месяцев. Давайте разбираться. Итак, мы видим, что в четвертом месяце это у нас апрель. Рынок недвижимости. И вот такая восходящая гистограмма начинает менять свое направление. То есть рынок недвижимости, как я и говорил, я в марте уже об этом говорил, он отреагирует на пришедший кризис. Просто я не предполагал, что он будет снижаться, я думал, что более интенсивно будет снижаться стоимость квадратного метра. Здесь я ошибся. Я говорил, что будет в конце года минус 2%. Но мы видим, что за период ноября 2019-2020 год снижение стоимости квадратного метра на вторичный рынок всего лишь минус 0,57%. То есть 0,5%. Ну, к концу года я уверен, что, наверное, все-таки минус 1% в годовом измерении мы увидим. Давайте попробуем разобраться с другой категорией, с другим классом жилья. Это класс эконом, комфорт. Это жилье, которое было построено в период самостоятельной и независимой Украины. Мы знаем с вами уже, я об этом говорю постоянно, что общее количество квартир, которые эксплуатируются, соответствует 1 миллион 900 тысяч квартир. В общем, там, ну, если сравнить, помните, 15 миллионов 200 тысяч квартир. Это у нас социальное жилье. 1 миллион 900 тысяч квартир. Это квартиры, которые относятся к классам эконом, комфорт, бизнес. Общее количество квартир это 17 миллионов 100. То есть вот всего лишь так немного, 1 миллион 900 тысяч было квартир построено за период самостоятельной и независимой Украины. Мы также на протяжении всего года по Украине наблюдаем порядка 200 тысяч квартир этого класса, которые выставляются для продаж. Так что выборка, с которой мы работаем, друзья, она репрезентативна и однородна. Мы видим, что в ноябре месяце средняя стоимость этого класса жилья в целом по городу достигла 625 долларов, что не показало нам ни отрицательной, ни положительной динамики. Ну, как я уже говорил, что перспектива, что в целом вторичный рынок к концу года покажет снижение стоимости порядка минус 1% в бытовом измерении. Давайте с вами поговорим о тех интересных показателях, которые анонсировал. Это показатель спроса и показатель активности рынка недвижимости в целом по Украине. Повторюсь, информация предоставлена Министерством юстиции Украины. Мы будем сравнивать 9 месяцев 2020 года с 9 месяцами 2019 года. Итак, что такое общее количество транзакций? Это показатель активности рынка. Сюда входят или структуру транзакций, вы можете прочитать. Это договора купли-продажи, договора мены, договора дарения. Ну, в общем, цифры присутствуют, результатирующие данные тоже есть. Итак, мы видим, если говорить от общего к частному, мы видим, что общее количество и активность рынка недвижимости за 9 месяцев 2020 года составило 307 812 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество, что, в общем-то, показало нам снижение на минус 5,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Ну, а если говорить о показателе спроса, это количество купленных квартир, то, как бы, тоже статистика дает нам вполне красноречивые, так сказать, показатели. Мы видим, что за 9 месяцев 2020 года было куплено 210 964 квартиры и жилых домовладений. в целом по Украине, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть рынок недвижимости среагировал в целом, то есть активность замедлилась и отреагировал в том сегменте, который относился к спросу. То есть у людей все меньше, в общем-то, денег. И, естественно, ну, у людей я имею в целом о жителях Украины. То есть понятно, что есть 0,50% от населения Украины, которое обладает всем богатством страны. В целом украинцы стали беднее. Естественно, у них все меньше и меньше возможностей приобретать недвижимость. Это уже тенденции, которые будут длиться весь следующий год. О чем я, собственно, вам и буду рассказывать. Естественно, аргументируя свои данные цифрами, которые мы анализируем, обрабатываем. И, в общем-то, это открытые источники. Вы тоже можете параллельно посмотреть, что происходит с активностью рынка недвижимости. Итак, последний сегмент рынка недвижимости. Мы будем говорить о первичном рынке. Это квартиры, эконом, комфорт, бизнес-класса. Первичный рынок – это жилье, не сданное в эксплуатацию. Мы видим, что в октябре месяце средняя стоимость квадратного метра достигла 400 долларов. Напомню вам, что первичный рынок продается исключительно и покупается за национальную денежную единицу. Но для вашего удобства мы переводим это все по курсу Национального банка в доллары, для того, чтобы вы могли сравнивать процессы, которые происходят на первичном и вторичном рынке, и просто сравнивать, а сравнивать еще в динамике. То есть это сделано для вашего удобства. И так мы видим, что первичный рынок за период исследования октябрь-ноябрь показал снижение минус 0,25%. Я на протяжении уже 10 месяцев рассказывал, показывал статистические данные, обосновываю свое обсуждение, в общем-то, цифрами. Рынок первичной недвижимости находится в кризисе. Он в кризисе вошел раньше, чем вторичный рынок. Это уже тенденции, которые будут продолжаться до конца года. Осталось совсем немного. Ну и, естественно, весь следующий год. И в подтверждение моих слов мы рассмотрим следующий показатель. Это показатель построенных из данных в эксплуатацию квартир. Мы будем говорить о периоде исследования. Это у нас 6 месяцев 2020 года. Стравливать будем с 6 месяцами 2019 года. В целом по Украине. Строительная отрасль сдала в эксплуатацию за 6 месяцев 2020 года 28 997 квартир или объектов жилой недвижимости, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Если говорить о Винницкой области, мы видим, что было с данным за 6 месяцев 2020 года 656 квартир, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Друзья, ну как бы тут все очень понятно. Я уже об этом говорил. Мы видим снижение стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Это показатель, который дает нам компания Винконсалт. Мы видим снижение активности, то есть количество транзакций или купленных квартир, или фактор спроса, как угодно можно это называть. Эта информация предоставляется нам Министерством инвестиций Украины. Мы видим уже третий показатель рынка недвижимости. Это количество сдаваемого в эксплуатацию жилья. Это служба статистики Украины. Он тоже отрицательный. Все меньше и меньше строительная отрасль сдает в эксплуатацию жилья, потому что это жилье не пользуется спросом. Так что, друзья, несложно сложить все эти пазлы в целую картинку. Рынок недвижимости Украины находится в кризисе. Пожалуйста, обращайте внимание, когда вам эксперты рассказывают о том, что все хорошо или все плохо на рынке, они должны аргументировать своим умозаключением фактами, лучше статистическими данными. А еще лучше, чтобы эти данные были из нескольких источников. Тогда у вас появляется полная картинка для того, чтобы вы, в общем-то, понимали, что происходит на рынке недвижимости. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, что рынок недвижимости, как первичный, так и вторичный, в целом находится в состоянии кризиса. Это тенденция, которая будет длиться весь следующий год. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо, что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, можете критиковать, особо умные могут посылать нахер. Но, если, друзья, у вас есть аргументы. А еще, друзья, помните, что я, ваш скромный слуга и компания Alim Consulting, не путайте нас, пожалуйста, со слугами народа, готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, для вас станут компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины.